Всем привет! На связи Федор Васильев. В этом видео я хочу сообщить, что мы переехали на новый адрес. Сайт мой блог fedorovasilev.ru будет работать частично, но регистрация подписка здесь закрыта и материалы публиковаться не будут. Теперь новый адрес у нас fedorovasilev.com. Все переделано. Большинство материалов, то есть видео уроки были и статьи перенесены со старого сайта сюда, на новый сайт. Новый сайт был сделан с целью разбить, так сказать, все по полочкам, все сделать более понятно, более доступно, то есть чтобы сразу можно было с главной страницы понять, с чего ему можно начать, с чего правильно ему начать, то есть как ему правильнее определиться с выбором, да, чтобы создать себе сайт. То есть вот новичок, например, слышал там о Wordpress, или о Joomla, или вообще об этом не слышал. И, соответственно, цель нового сайта была сделать, так сказать, более улучшенный юзабилити, более удобство, чтобы это все работало более интересно, более лучшее описание конкретно движков, то есть все на главной странице, все можно посмотреть, почитать. Соответственно, чтобы быстро научиться пользоваться сайтом людям, которые недавно для себя открыли интернет и сайты, и уже, например, хотят научиться делать свои сайты, я буду наполнять такой пункт раздел как тур по сайту, он внизу у меня здесь находится. Здесь будут по вкладкам разбиты короткие уроки о том, как, например, зарегистрироваться на сайте, подписаться на сайт, то есть эти видео уже есть. Сайт еще не до конца доделан, вы можете видеть какие-то страницы еще будут нерабочие, то есть на этих страницах будет предупреждение, что раздел в разработке, но в 90 процентов сайт уже работает, он готов. Официально об этом информацию на сайте fedorvasilv.ru я здесь повешу. Что касается сайта fedorvasilv.ru, он частично работает, частично ссылки уже автоматически перенаправляются с видеоуроками на новый сайт, регистрация закрыта, форум будет доступен только для чтения, то есть публиковать записи нельзя будет, соответственно, подписка тоже здесь закрыта, потому что на новом сайте подписка открыта на новости. Сразу хочу сказать, все подписчики мои на сайте fedorvasilv.ru были экспортированы, то есть перенесены на новый сайт, вам не придется заново подписываться на новости. Или чтобы получить там шаблоны, там курсы бесплатные по подписке, да, это все также доступно работает, подписчики переносены. Чего не будет на новом сайте fedorvasilv.ru, то есть убран форум, здесь есть поддержка, форум есть, но он закрытый и только для клиентов, и только под тем вопросом касательно платных курсов, да, вот купил человек курс платный и хочет задать по нему вопрос, он также, этот форум закрытый есть, как и на старом сайте, но только общего форума было принято решение не делать. Просто если у вас есть какой-то вопрос по бесплатным урокам, по моим урокам, да, вы можете задать вопрос прямо под уроком, то есть вот здесь вот есть уроки, уроки joom, уроки wordpress, там теперь на сайте единая система комментариев, система discuss, вот, то есть где нужно, где можно комментировать, везде есть эта система установлена, то есть я буду получать уведомление на почту и по возможности, по времени буду отвечать на эти вопросы. По поводу регистрации, то есть регистрации так таковой на сайте нет, просто нет смысла ее делать, регистрация нужна только пользователям, купившие курсы, чтобы они могли авторизоваться и видеть закрытые разделы форума, да, для клиентов. Обычным пользователям регистрация не нужна, поэтому регистрационные данные я не переносил со старого сайта. Единственный есть момент, если вы ранее покупали курс или будете покупать курс мой платный, то, естественно, как и раньше, я буду вам высылать данные о регистрации или вы будете мне после покупки давать свои данные, там, email, пароль, да, я в ручном режиме своих клиентов сам регистрирую и высылают данные на почту уже, где вы сможете залогиниться уже и, например, пользоваться форумом, да, то есть регистрация это как бы просто только для того, чтобы видеть закрытые разделы форума, то есть регистрация на сайте не нужна. Комментировать, смотреть уроки онлайн, подписываться на новости, чтобы получить, например, там, пак шаблонов Joomla, курсы Joomla, по WordPress тоже материалы, это все можно просто подписаться без какой-либо регистрации, просто подписка на новости. Потом вы можете отписаться, кстати, здесь в вкладке тур по сайту здесь все описано, как отписаться, подписаться, я подробно постарался рассказать, думаю, здесь никаких сложностей у новичков не возникнет. Также не забывайте, есть отзывы, если вам интересно, хотите оставить отзыв обо мне, здесь отзывы были перенесены со старого сайта, можете оставить свой отзыв, оставить отзыв можно только через социальную сеть ВКонтакте, то есть если вы не зарегистрированы, отзыв оставить не получится. Что касается направленности обучения, то есть я выделил для себя две основные ветки направления обучения, самые популярные, самые мощные, это Joomla и WordPress. Соответственно, Adobe Muse ничего похожего, там, подобного, скорее всего, не будет, может быть, только в рамках обзора, но углубленных каких-то там, там, годичных курсов, там, или уроков, серию уроков, такого не будет. То есть Muse как бы затухает все равно, так или иначе его закроют, и мне самому он уже перестал нравиться. Какие-то уроки отдельные на самом YouTube-канале, может быть, будут, но на сайте, на новом сайте публиковаться материалы об этом уже не будут. То есть у меня будет две жестких направленности, это Joomla и WordPress. То есть периодически, например, год я занимаюсь Joomla, выпуская бесплатные, полезные, как и платные курсы. Следующий год, например, я занимаюсь WordPress. То есть весь год посвящен только WordPress. Или буду делить по кварталу, то есть первые полгода Joomla. В общем, там, как у меня будет интерес и как будут потребности, да, если будет большое желание запустить там тот или иной курс, об этом в группе ВКонтакте у меня есть опросники. Все зависит от того, как часто вы, с каким энтузиазмом вы будете оставлять отзыв о том или ином, там, например, компоненте Joomla, на котором вы хотели получить обучающие материалы. То есть от этого я тоже отталкиваюсь, смотрю на это. И дальше уже будет видно. На этом здесь все. Вроде бы все осветил вкратце. Если у вас будут дополнительные вопросы по этим обновлениям, по переезду, пишите мне в комментариях. И спасибо, что смотрите меня. С вами был Федор Васильев. И до новых видео. Пока-пока.